Игорь Дадон На самом деле не подконтрольны Молдова парламентская страна, но очевидно, что-то в республике все-таки будет меняться. Кто же такой Игорь Дадон и чего от него ожидать? Эти вопросы наш корреспондент Ирина Пивоварова задала самому избранному президенту и тем, кто его знает. Игорь Дадон 52 против 47. Игорь Дадон опередил свою соперницу Майю Санду на 4,5%. Теперь вся страна ждет, что будет дальше. Дадон придерживается пророссийских взглядов, парламентское большинство проевропейских. По крайней мере, такой стереотип сложился в обществе. На пути к победе Игорь Дадон смягчил риторику. Когда-то обещанное вхождение в Евразийский союз теперь остается позицией партии социалистов. Отмены договора об ассоциации с ЕС в ближайшее время ждать тоже не стоит. Дадон настаивает на промолдавских интересах. Настоящие патриоты Молдовы, которые занимаются политикой, они могут быть только промолдавскими. Нельзя быть пророссийским, либо проевропейским, либо проамериканским. Я считаю себя промолдавским политиком. Семьянин, отец троих сыновей, защитник традиционных ценностей. Игорь Дадон не раз публично появлялся в церкви. Одно из наших главных направлений – это защита православной веры и дружба с Россией. Игорь Дадон войдет в молдавскую историю как самый молодой глава государства. Ему всего 41 год. Избранный президент, выпускник трех вузов с экономической специальностью. Быстро продвигался по карьерной лестнице. Защитил докторскую, читал лекции в университете, возглавлял универсальную биржу. А в 31 год встал у руля Министерства экономики. В парламент Дадон прошел в 2009 вместе с партией коммунистов. Но быстро перешел в другой политический проект. За его спиной теперь партия социалистов. Во втором туре выборов Игоря Дадона поддержал север и юг республики. Центр голосовал хуже. Даже в родном селе Садово будущий президент буквально вырвал победу у своей соперницы Майя Санду. Использовали всякие административные ресурсы. Давайте так скажем, даже экономические, даже ущемления, даже такие национальные розни. Но все это прошло успешно. И мы рады за наши результаты. Несмотря на то, что они скромные. Село Садово по молдавским меркам большое и зажиточное. Здесь живут 2000 человек и почти каждый из них винодел. Толк в этом деле знает и Дадон. Здесь у нас Мерло. Это Изабелла. А это купаж Мерло с Каберне. Дорогие друзья, это вино хорошее. Проблемы в Садово такие же, как и по всей Молдове. Люди разъехались на заработки за границу. Рождаемость падает. Когда Игорь Дадон учился в этой школе, в ней было почти 1200 детей. Теперь всего 160. Игорь Дадон. Молдавский язык 9. Литература 10. Русский 10. Алгебра 10. Физика 10. Иностранный 9. Поведение примерное. Отличник, активист, спортсмен, первая учительница Ольга Павловна перспективного ученика заметила сразу. Маленький Игорь рассуждал, словно взрослый. Это был очень серьезный ученик. Мы, учителя, про таких говорим. Он родился уже взрослым. Ему не нравилось разочаровываться. Родную школу Дадон не забывает. Лучшим ученикам каждый год выдает персональную премию. Недавно помог отремонтировать спортзал. Вот класс, где 20 лет назад будущий глава Молдовы изучал химию. Учитель Ольга Вулпе и сейчас готова строго спросить о своего ученика. Я бы хотела видеть его в новой должности таким же, каким он был учеником. Старательным. Хочу, чтобы он старался делать перемены для страны и для народа. Я ему желаю, чтобы у него все получилось. Что получится у президента – большая интрига. Результаты выборов пока признали только ЦИК и зарубежные наблюдатели. Последнее слово за Конституционным судом. Туда уже поступают десятки схожих обращений. Не признавать итогов второго тура. Мол, слишком много было нарушений. Мы считаем, что выборы были подстроены. Приехало много людей из Приднестровья, которых привезли организованно на автобусах. ЦИК отдал тысячи бюллетеней по заказу кого-то, кто позвонил. Ожидаем, чтобы руководство ЦИКа было уволено. Хотим повторных выборов. В селах была грязная пропаганда. Посмотрите, в Кишиневе Майя Санду одержала победу в первом и во втором туре выборов. Майя Санду своих сторонников на митинги не призывала. Заняла выжидательную позицию. Мы представим все задокументированные нарушения, которые были допущены в избирательном процессе. Надеюсь, что будет принято правильное решение. Пока Майя Санду надеется на пересмотр результатов выборов, Додон озвучивает планы на будущее. Победа для него промежуточный этап. Додон обещает использовать все возможности, чтобы распустить парламент и перевести страну к еще одним парламентским выборам. Для того, чтобы кардинально сменить власть в республике. Ирина Пивоварова, Ирина Глушко, Александр Борейко. Вместе из Молдовы.